Великого Поста Что сегодня мы празднуем Все-таки это считается праздником Несмотря на всю строгость Пост это особое время В жизни каждого христианина Оно довольно-таки строгое Оно специально Выделено уставом церкви Для лучшей подготовки К празднику Пасхи Поэтому сразу мы скажем о том Что пост это не цель Это средство К достижению более лучшего Внутреннего состояния Гармонии Отчасти, да Отчасти гармонии Отчасти самоотречения От развлечений Для того, чтобы Все внимание внутреннее В первую очередь Внутреннее внимание человека Было нацелено на праздник праздников И торжество из торжеств На Пасху Христову Пост был установлен В первые века христианства Вообще постились Если уж так мы говорим О воздержании Телесном и душевном Постились Всегда Еще даже в Ветхом Завете Есть свидетельство о том Что ветхозаветные патриархи Они накладывали на себя пост Приурочен к тому или иному событию В Новом Завете Пример многодневного воздержания От пищи Показал нам Господь Иисус Христос После крещения Удалившись в пустыню На 40 дней 40 дней он ничего не ел и не пил Мы не можем В нашей тем более полосе Где мы с вами живем Мы не можем наложить на себя Полное воздержание от пищи В течение длительного периода Мы отказываемся от пищи Животного происхождения Если мы начнем ограничивать Во время великого поста Себя в еде А все остальное останется прежним Это не пост Это диета Об этом надо сказать раз и навсегда И забыть Часто спрашивают у вас Что нельзя кушать И вообще почему у вас Это вопрос к диетологу все-таки Ну никак не к батюшке Безусловно Вы знаете К сожалению Да К сожалению Большинство вопросов Прихожан Или Ну кстати у прихожан Еще более-менее уже все хорошо То есть у тех людей Которые в храме больше года Они так уже приоритеты понимают А люди Скажем так Только встающие на путь Следования за Христом Или просто светские люди Когда начинаются разговоры о посте Автоматически они переводятся Только в ранг еды Это неправильно Это неверно И это одна из ошибок Современных В том числе и средств массовой информации К сожалению Мы огромное внимание Почему-то уделяем еде И совсем никакого внимания Не уделяем перемене нашей жизни К лучшему А это в посте Самое главное С какого возраста Лучше начинать поститься Может быть вы тоже могли бы посоветовать На мой взгляд Если мы говорим О совсем маленьких О детях Если родители живут В такой семье Воспитывают ребенка Ну наверное для организма Для растущего Это не очень правильно резко сразу Раз в году У нас же как У нас все к полумерам Мы не привыкли Вот если пост Все с сегодняшнего дня Ничего Все это постепенно Ко всему привыкание Правильно? Безусловно Поститься можно начинать На самом деле С самого раннего возраста Детей маленьких Можно ограничивать В мультиках В конфетах В шоколаде В походах в кино В цирк и так далее Это будет уже на самом деле Настоящий пост Мы в семье договорились Что мы все игры С компьютера стираем Для детей И дети сейчас Играют Рисуют Бегают Как хотят Только без компьютера А с остальными детьми Они хорошо ладят? Сразу вопрос Хорошо Потому что во всей школе Там когда кто-то Один или пять учеников Они не знают Что новая игрушка Компьютерная вышла Не посмотрели какой-то фильм Ну как-то не о чем поговорить Нет Мои дети еще до школы Не доросли Но В общении Проблем По крайней мере Я никогда не замечал Никогда изгоями Дети верующих родителей Никогда не были Паститься человек может В полную меру Начиная лет с 12 Где-то Это будет уже Когда понимание какое-то Есть в первую очередь Безусловно В первую очередь Это понимание внутреннее Во-вторых Это подготовлен организм Уже более-менее Взрослого человека В 12 лет Можно уже Начинать Паститься Как положено При условии Что нет Никаких отклонений В здоровье Если Врачи Запрещают Паститься Или К примеру У нас Проблема Нашего Подрастающего поколения Это Гастрит У многих Многих Людей График жизни Таков Что по-другому Кушать не получается Да Или Хуже того Язва Если врачи К примеру Говорят Что Вам необходимо Выпивать Стакан молока В день Для того Чтобы ваш желудок Хорошо работал Никаких проблем Человек выпивает Стакан молока В день А все остальное Он готовит себе После Можно же так делать И этот Стакан молока Это будет не нарушение Поста А в первую очередь Это лекарство И так далее То есть Есть категории Лиц Которым Пост Ослабляется Уставом Церкви Это Студенты Школьники И так тяжело Да Которым Разрешается В Великий Пост Есть рыбу Вообще Взрослым Нам с вами Людям Рыбу Вкушать Можно только Два дня В Великий Пост Это Благовещение И Вход Господний В Иерусалим Это беременные Кормящие женщины Им Поститься Вообще никак нельзя Это дети До 12 лет Которых Можно ограничивать В чем-то Но не целиком И это люди У которых Есть те или иные болезни Это К примеру Есть такая болезнь Сахарный диабет При ней Поститься Вообще никак нельзя И можно есть Только определенного Вида Продукта Но Самое главное То Что поститься Может каждый Абсолютно Если мы В течение Поста Ограничим Себя В просмотре Развлекательных Передач В праздных И порой Абсолютно Пустых Разговорах По телефону Если мы Побольше Времени Будем уделять Действительно Хорошему Чтению Или К примеру Нас долго Ждет Кто-то В гости Каких-то Родственников Мы давно Не посещали Что-то Хорошее Что бы то ни Было Хорошее Безусловно Да То есть Нацелить себя На служение Ближнему Вот это Будет Хороший Пост Если мы Давно Чего-то Никак Не могли Сделать В плане Действительной Помощи Своему Близкому Человеку В конце Концов Соседке Кран Почините Почему бы Именно Великий Пост Не вспомнить Об этом И не сделать Это будет Настоящий Пост Если мы Давно Хотели К примеру Выучить Какую-нибудь Молитву Очень многие К сожалению Сейчас не знают Не то что Символы Веры Очень многие Спрашивают Ну хотя бы Очень Никто Не знает Вот Почему бы Не выучить Молитву Будет очень Полезно В любой Трудной Ситуации Или наоборот Радостной Ситуации Человек Вспомнит И прославит Бога Это всегда Принесет пользу Вот Если бы Вот так Был каждый Человек Нацелен Я думаю Что Каждый Понял бы Что поститься Можно Вне зависимости От Телесного Здоровья Вне зависимости От возраста Образования И воспитания 9 числа У вас будет Хорошее событие Доброе Которое Привлечет Прихожан Я думаю Вы встречаете Икону Расскажите Что за икона Где это Будет все Происходить И как долго 9 марта После божественной Литургии Это примерно В пол Одиннадцатого В одиннадцать часов утра В Христорождественский Кафедральный собор Будет принесена Икона Божией Матери От рады и утешения Эта икона Принесена Из Вышинского Успенского Монастыря Для поклонения Всем верующим Поскольку Эта икона Она такая Уникальная Более подробно Я думаю Что Мы не уложимся Ни в одни рамки Ни одной передачи Но там действительно Очень чудная история Когда Раскрыли Киот Для замены Из-за ветхости И обнаружили Что эта икона Была написана И принадлежала Одному из Санкт-Петербургских Храмов И Не совсем Простая икона И вот сейчас Она возвращается Для реставрации В северную столицу И Для того Чтобы Все рязанцы Могли поклониться Этой иконе Она будет принесена 9 числа В Христорождественский Кафедральный собор И каждый день Перед ней Будут совершаться Молитвенные пения С Акафистом Чтение Акафиста Поэтому все желающие Могут до 16 марта Прийти в Кафедральный собор И приложиться К этой иконе Спасибо большое Дали хорошие советы А телезрителям Хочу сказать Только одно Борьба с пороками Должна быть Не потому что Так надо И так делают остальные А потому что Это нужно именно вам Это была программа Подробности До встречи